Вы уже сделали свою собственную оболочку Яндекс.Шелл, вы уже сделали свой собственный Яндекс.Стор, договорились о различных способах приема платежей за мобильное приложение. Расскажи, пожалуйста, куда в итоге вырулить Яндекс и свои экосистемы, потому что сейчас вы еще начинаете продавать телефоны с уже установленными вашими приложениями и с отсутствующими приложениями Гугла. Возможно ли такая ситуация, что Яндекс будет на большой части телефонов России? Ну, это в общем цель, чтобы быть на большой части телефонов России. Собственно, это наш главный продукт поиск и все, что мы делаем на мобильном, это способ предоставить наиболее удобную возможность пользователю выбрать нас в качестве поисковика. С учетом того, что на мобильном телефоне, я уже говорил сегодня, на мобильном телефоне значимость перед установкой сильно выше, то есть пользователи просто менее склонны менять по умолчанию поисковик и ищут тем, что установлено на телефоне, просто статистически. Меньше времени есть, куда-то торопимся все время. Поэтому мы делаем все, чтобы у пользователя была возможность нас использовать как поисковик. Там не применимы те же самые методы, которые используются в дисктопе, дистрибуция совместно с каким-то популярным софтом, как Punta Switcher, Midorrent, еще Яндекс обстраняется? Ну, логика примерно такая же, но есть серьезные ограничения со стороны, скажем так, владельцев платформ. Не все платформы открыты к подобному партнерству. Мы не можем, например, прийти, договориться о том, чтобы мы были поиском по умолчанию с каким-нибудь производителем устройства на Android. Потому что это противоречит той лицензии, которую они получают от небезызвестной компании. Google. Он не может сказать, а я могу. Это противостояние вас оттолкает производство своих, по сути, ну, не производство, а партнерство с производителем мобильных. С чего можно еще ожидать? Ну, мы хотим, значит, чтобы вы понимали, вообще Яндекс – транслокальная компания. Если говорить про стратегию вообще, то мы ходим и предоставляем в конкретной стране максимально хороший и качественный сервис. И это касается всех, возможно, и платформ, и десктоп, и мобильных, естественно, тоже. Поэтому наша цель – не повторять то, что делает кто-то вокруг, а делать свои хорошие сервисы. И в этом стратегия. То есть мы будем делать так, чтобы пользователю все еще было интересно с нами, все еще они пользовались и получали замечательные сервисы. Какие метрики вы используете? Поиски пользователей там? Да, полно метрик в разных проектах. Разные, в мобильных проектах одни, в десктопных другие. А ваши личники, API, какие? Мой личный. Знаете, на самом деле Яндекс в этом смысле довольно демократичная компания. Не то, чтобы я пришел на работу и подписал какое-то соглашение о каких-то конкретных цифрах. Мне просто сказали, дали направление некое и сказали, что нам нужно. Дело в том, что Яндекс.Тор, вообще почему название такой должности? Потому что есть набор экосистемных проектов, без которых как бы платформа не может существовать. И, собственно, для чего мы сделали свой стор? Не для того, чтобы делать деньги, но или, по крайней мере, для того, чтобы делать деньги в первую очередь с продажи приложений и так далее. Это экосистемный проект. И, к сожалению, мы не можем предоставлять свой главный сервис поиск без подобных экосистемных проектов. К счастью, Яндекс одна из немногих компаний в мире, уж пройдитесь за патетику, которая имеет, например, свои карты, свой навигатор. И для местных локальных пользователей мы действительно, и эта объективная реальность, лучше, потому что мы популярнее, мы качественнее, мы локальнее, мы лучше знаем русский язык и украинский язык. И, соответственно, пользователи нас выбирают, то есть голосуют просто количеством скачиваний. У меня есть вопрос по некоторой концепции относительно мобильных приложений. Я обратил внимание, что у Гугла есть карты Гугла и есть навигация Гугла. У Яндекса карты Гугла, навигация Яндекса, карты Яндекса, карты Метро отдельное приложение, Яндекс Транспорт отдельное приложение. С чем такая политика связана? Ну, Яндекс Транспорт конкретно, это некая бета-версия. Все-таки вы должны понимать, что это не является полноценным сервисом. Мы выпустили в мир, чтобы посмотреть, как пользователи на это отреагируют. Поэтому это нельзя считать отдельным, настоящим приложением. Да, Метро – это отдельное приложение, но так исторически сложилось. В этом нет какой-то самоцели однозначно, ну и это не является средством какой-то конкретной стратегии. Ну, так получилось, так легче. Не все сервисы можно развивать только в рамках одного и того же проекта. Ну, просто даже логистически гораздо проще, например, Яндекс.Метро взять и сделать отдельной командой, просто потому что сложно взаимодействовать с огромным количеством людей, которые заняты, например, в картах. Возможно такая причина, потому что я точно не знаю, но вполне возможно такое логическое объяснение. Дело в том, что я, ну, вообще пользователь платформы Android в основном, и часто езжу в Нижний Новгород, у меня там офис. Я обнаружил, что в Гугле на самом деле достаточно удобно везти «хочу в Москву», и он тебе скажет, что через там полтора часа будет поезд, езжай. В Яндексе логика действий немножечко другая, она, опять же, для пользователя в том состоит, что ты должен зайти на расп Яндекс.Ру, да. Вам не кажется, что вот это разделение, что вот этот подход к экосистеме у Гугла, он более гомогенный, да, чем у Яндекса, где на каждую совсем-совсем мелкую задачу все-таки что-то стоит. Еще раз, чтобы четко было понятно, это не являлась наша самоцель, что мы, то есть это не является следствием политики, что мы считаем… Вы должны это увидеть и сказать, что это вот как-то странно получается потихонечку-потихонечку. Давайте все-таки мы задумаемся о платформе, чтобы юзеру было удобно. Вы вообще… Честное слово, мы задумаемся о платформе ровно с этими словами, каждый раз пытаемся сделать в первую очередь, чтобы было пользователю удобно. Поэтому именно такой подход. Да, конечно же, мы не идеальны, и, скорее всего, можно найти огромное количество точечных мест, где мы, там, скажем, хуже или менее удобны. Но это не является, поверьте мне, средством какой-то общей стратегии. Ну, просто не досмотрели, где это возможно. Как Вы оцениваете Google Now и превращение, и вообще концепцию того, что телефон начинает придумывать и отчасти даже решать за Вас, что Вам нужно? То есть возникает поиск без запроса пользователя? Вообще эта концепция мне очень нравится. И мы тоже, в общем, разделяем идею о том, чтобы отвечать на вопросы, когда пользователь еще не спросил. Вот, с другой стороны, есть очень серьезный такой набор претензий со стороны пользователя, потому что это некая privacy. Потому что получается, что Google следит, и это не просто слова, а он действительно следит. Он действительно знает, куда Вы перемещаетесь. Он действительно рекомендует Вам доехать до какого-то места. И, в общем, вот эта позиция со стороны аудитории может возникать некий такой concern. Может возникать. Да, поэтому здесь нужно очень-очень аккуратно идти, и мы стараемся идти аккуратно. И privacy для пользователя это очень-очень важно. Даже в России? Мне просто всегда казалось, что это очень гиковская вещь. Ну, безусловно. Безусловно, это очень гиковская вещь. Но, скажем, общество так гикализируется. То есть, если гики знают, то в какой-то момент, через какое-то время будут знать все больше и больше массы. То есть, так или иначе, это Буча может поднять, и она будет становиться проблемой. Ну, я просто моделирую то, что за рубежом это является некой проблемой. И это такая одна из популярных критик Google. Потому что он действительно слишком много знает о пользователе переписку, локальные запросы, где ходит с телефоном и так далее. Это некая проблема. То, что мобильная экоплатформа оказалась следствием желания давать пользователю поиск, не влияет вообще на статус вашего проекта внутри Яндекса? К вам не относится как к второстепенному чему-то, что должно работать на поиск всем-всем-всем фибрами души? Ну, если это и даже так, то я не испытываю никаких по этому поводу комплексов. Мы все делаем одно дело, это интересно, это проект очень челленджевый. Скажем, это действительно так, в том смысле, что это больше B2B проект, например. Хотя для Яндекса это не очень свойственно, потому что, например, Store – это проект, в котором мы в большей степени работаем с производительными устройствами или с разработчиками. В то время, как все наши проекты обычно это B2C-шные, когда это энд-юзеровские. И в этом смысле есть тоже такой челлендж. Это интересно в Яндексе что-то менять. Что бы вы назвали самой большой удачей Яндекс.Тора, кто там долго сопротивлялся, но в итоге все-таки подписался на него? Нам очень нравится партнерство с финским стартапом Джола. Я не могу сказать, что они долго сопротивлялись, мы как-то очень-очень быстро договорились. Но это реально очень прикольные ребята. У них очень интересный подход к проектам. За ними следит все мировое сообщество. Мы действительно видим на радарах скачивание Яндекс.Тора, прям, ну, то есть активных. То есть их немножко устройства они продали, там несколько, мне кажется, десятков тысяч, но мы их все прямо видим. То есть люди активно пользуются. Вот. Мы вообще любим всех, кто там пытается делать какие-то альтернативные системы. Как вы сейчас вообще в целом относитесь к монетизации того, что вы делаете? То есть понятно, что Store – это история про деньги, да? Вы там определяете, кто находится на первой странице, вы определяете, кто получит больше всего трафика и продаж. Вдобавок возникают вообще проблемы, связанные с и на перчис, которые сейчас там Apple и Google расхлебывают полными, достаточно сильно в Штатах. До того еще, как их сажали. Какая политика ваша в отношении развития своего Store? Ну, политика… Ну, еще раз, чтобы было понятно. Мы все-таки, в первую очередь, это не является денежно-синерящим для нас. Есть ли кто-то, кто отвечает за проекты? Нет, конечно, конечно, это история. Поскольку это chicken and deck, нам нужно обязательно показать некий трекшн со стороны для разработчиков, чтобы они приходили и выкладывали свои приложения. Иначе это не получается. Поэтому все равно нам нужно заботиться о генерации денег. Весь Android, большой и понятный, очевидный тренд идет все-таки free-to-play. То есть, и на АП как раз это такой must-have для магазина. При этом это же является в определенном смысле барьером. Потому что не так просто разработчику убедить взять, сделать какой-то форк своего приложения, вставить в другой сторонний API и выложить его в альтернативный Store. Вроде там работы немного, но это головная боль. Это требует определенного времени. Поэтому мы пошли несколько другим путем. Мы поддержали открытую инициативу, называется OnePlaton Foundation, когда это абсолютно, ну это как бы не совсем Яндекс, это даже просто несколько людей инициативную, на Гитхабе лежит проект. Библиотечка открытая, которую можно использовать, и автоматически приложение становится совместимым с Google Play, с Amazon, с Samsung, с Яндекс.Стором и еще с многими-смногими Сторами, которые сделали. Это решает, в частности, проблемы, например, заточки, затачивания приложения на Google Mobile Services. Да. В том числе и карт, например, внутри приложения. Нет, ну карта, там другая история, там все равно есть MapKit, это не совсем то. Но вот именно InUp, это то, с помощью чего игры, например, монетизируются, продажа каких-то мечей или драгоценных камней. Так получается, по непонятной мне логике, нет единого стандарта здесь. Поэтому для разработчика это, в определенном смысле, главная боль. И мы ее решили, кажется. И многие разработчики, например, GameLoft, используют эту библиотечку. Мы сделали специальную версию для Unity, и она тоже там отлично летит, потому что, ну там, действительно, разработчики видят value для этого. И все. А уже просто после того, как приложение становится там условно 100% совместимым с Яндекс.Стором, мне лично проще будет их убеждать в том, чтобы, ну, потратить еще там полминуты и выложить это же приложение к нам тоже. Большой Яндекс как-то может помогать производителям с Яндекс.Китом? Предложим телефонов с Яндекс.Кит, которые предлагают на рынке своей модели, ну, например, там, позиции в Яндекс.Маркете повыше. Какое-то продвижение там рекламное может быть. Ну, вообще, мы сейчас будем вкладывать довольно большое количество денег в сам бренд Яндекс.Кит, будем коммуницировать, соответственно, производитель устройств получит, как бы, бенефит от этого. То есть наклеечка с навигатором Яндекса, например, на покупке. Да, да, да. Ну, то есть будет там вот этот вот у нас китенок красивый нарисован такой, с фонтанчиком, разноцветники, и мы хотим, чтобы пользователи, конечные пользователи узнавали и приходили уже за этой моделью. И, соответственно, производитель устройств получит выгоду от этого в том числе, конечно же. Ну, это есть какой-то кросс-пом, и в этом смысле планируется. И человек там заряженный уже на то, что он хочет, навигатор там Яндекса будет приходить в магазин и спрашивать именно конкретно модели из вот этого пула. Расширение числа партнеров, все-таки сейчас там три модели, насколько я помню. Объявили две. Две. Ну, там, по-моему, одна какая-то вариация, хотя, может быть, это просто белый и черный корпус. Расширение моделей планируется, потому что, ну, есть Samsung все-таки, есть HTC, да, и Huawei, там, при всем уважении, у меня, самого, там есть один из Huawei, не считается все-таки производителем первого класса. Ну, вы же поймите, это же бизнес, и там, если… А вот эта вот другая компания, она когда сотрудничает с производителями сотовых телефонов, она их ограничивает в том вообще, что они выпускают даже без приложения Google? Ну, вы знаете, я же не могу комментировать позицию другой компании. Вы у них спросите, мне кажется, это будет всем интересно узнать. Ну, вы же разговариваете с вендорами. Ну, да, нам ничего такого неизвестно, чтобы я уж как минимум мог сказать на камеру. Вопросы из зала. Микрофон, пожалуйста, если есть. Хорошо. Да, есть. Дайте я подойду к вам, секунду. Представляйтесь. Андрей Чекунов, руководитель мобильной разработки в Rambler, Афиша Суп. У меня вопрос, Яндекс следит за пользователями или нет? Вы сказали, что Google следит, а вы нет. Я так понимаю, что вы трекаете и получаете последние точки, когда в навигации получаете, на картах то же самое, стрелочку можно увидеть. Или вы не записываете этих данных? Ну, во-первых, мы, конечно, очень-очень-очень аккуратно к этому относимся. Мы делаем анонимизацию пользователя. И вот, например, если следите за нашими апдейтами, мы запустили некое направление деятельности компании по названию Atom. Это, ну, скажем, использование наших умных технологий, которые могут по всяким разным параметрам и сигналам узнавать и относить к одной или другой категории пользователя интернета, что может позволить, например, интернет-магазинам увеличить монетизацию. Мы предоставляем это как сервис, но при этом мы не говорим, что это Вася Пупкин, а мы говорим, что это один из вот этих десяти, даже больше, мы говорим, что с большей вероятностью этот конкретный пользователь выберет вот этот вот Пупкин, крикит на вот эту линку. То есть мы следим очень аккуратно за этим. У вас есть провязка между пользователем десктопа и мобильного приложения на уровне отслеживания рекламных, там, кук, возможностей? Ну, если я, например, в мобильном браузере не авторизован, но вы все-таки как-то меня можете идентифицировать, даже без авторизации, вы иногда можете это сделать. Я что-то спрашиваю, Яндекс на десктопе об этом узнает? Ну, смотрите, у нас нет единого аккаунта, который вы могли… Ну, то есть существует единого аккаунта, который вы можете залогиниться в почте, по-моему, даже в браузере, в мобильном, тут я не уверен, но в почте, в навигаторе, в картах точно. И при определенных условиях мы, конечно же, там, если вы ездите куда-нибудь, еще что-то, мы можем вас узнавать на страничке и делать, так называемый, персональный поиск, то есть отвечать вам персонально. Но это легко в настройках убирать. То есть если вы уберете это, то мы можем это не делать. То есть такая политика открытости. Просто если… То есть понятно, это очень тонкий момент и для нас, и для Гугла. То есть с одной стороны, чем больше мы будем вас знать, тем более эффективно мы будем показывать рекламу. И при этом это, на самом деле, не только бизнес-стория, но это и менее назойливость. То есть если мы вам не будем показывать, условно, какое-нибудь женское белье, или, наоборот, будем при определенных условиях, то это, в общем, и для пользователя хорошо, меньше такой инойник. Того, что он считает раздражающим. Вот с другой стороны, конечно же, это некое профилирование, это некая работа с данными пользователя, это очень тонкая грань. Поэтому у нас там специально есть комитет по этике, например, внутри компании, который там отслеживает подобные роды вещи. И все подобные проекты проходят очень-очень аккуратно. — Юридически эти вещи у нас будут регулироваться? Вы знаете про какие-нибудь законодательные инициативы по этому поводу? — Мне ничего неизвестно. Я думаю, что обязательно когда-нибудь это будет, особенно как у нас принято это делать с флагами и с лозунгами. Но сейчас, насколько я знаю, ничего подобного нет. Ну, кроме вот этого законно-персональных данных. — Хорошо. Александр, спасибо большое. До свидания. — Не за что. До свидания. Приходите. Продолжение следует...